Всех приветствую на своем YouTube канале, ну а ты не забудь подписаться и поставить лайк этому видео. Ну а мы начинаем! Погода сегодня бомбовая, займемся Татьянкой нашей. Будем делать чернитель резины своими руками. Для этого я сейчас приехал в аптеку и купил вот такой вот глицерин. И он нам понадобится для того, чтобы сделать чернитель. Расскажу вам немного, как можно сэкономить. Едем в любую ближайшую аптеку и покупаем там жидкий глицерин. Вот в таких вот баллончиках. Он нам пригодится для того, чтобы сделать именно чернитель резины. В основном, если вы зайдете в любой абсолютно автомагазин и купите баллон чернителя, в состав его будет входить глицерин, вода и любые там очищающие средства, которые отталкивают грязь, очищают резину. В принципе, вы можете сами сделать себе чернитель резины в домашних условиях. Помимо глицерина нам пригодится вот такой вот разбрызгиватель, который я нашел. Он, в принципе, в гараже валяется. Я думаю, у всех есть вот такие вот. По крайней мере, можно найти всегда. Нам именно нужен вот такой разбрызгиватель. Подойдет из-под любой химии. Просто нам нужно будет все это промыть водичкой. Потому-то тут был очиститель двигателя. В общем, все это промою, почищу. И тогда уже будем поддерживать глицерин. Промыл я наш разбрызгиватель. Раз в четыре сюда заливал воду, пропшикивал, выливал, заливал. В общем, все, убрал всю химию. В принципе, сейчас чистая вода, ничего не пенится, все нормально. Дальше берем наши баллончики глицерина. Вот этот объем тар у меня 500 мл. Нужно взять, то есть, мешаем 50 на 50. То есть, нам нужно 250 мл глицерина. Я взял 7 баллончиков по 40 грамм. Здесь чуть больше. Ну, я думаю, ничего страшного, если будет чуть больше. Вот, и заливаем все это дело вот сюда. Вот, получается, вот такой вот у нас он густой, он как кисель вот такой. Его нужно сейчас разбавить водой. В общем, заливаем уже до конца воду сюда. Набираем полную баклажку нашу. После чего нам нужно размешать все это дело. Видите, вот прям видно там глицерин. Надо, в общем, все это взболтать, размешать. И наш чернитель будет готов. Теперь берем наше приготовленное средство, наш самодельный чернитель и идем к машине. Сейчас попробуем почернить пол колеса. Вот, я даже не мыл их, вот, ну, какие есть, вот, как был. Вообще, нужно по-хорошему, короче, их помыть. Но, как есть, сейчас попробуем попшикать. Короче, эксперимент проведем. Сам первый раз сделал такой чернитель. Раньше никогда не пользовался. По совету подписчиков, решил испробовать этот лайфхак. В общем, нужно нанести. Вот сейчас на пол колеса нанесу, потом дам просохнуть. Нужно нанести и тряпочкой протереть все это дело. Вообще, лучше губкой, ну, знаете, как губки продаются, губкой все это протереть. Ну, сейчас возьмем тряпку. Вот я взял тряпку специально, специально черную взял, чтобы колеса протереть. Вот, и вот так вот втираем по всему периметру, где мы попшикали. Там, везде, и трем. Вообще, на самом деле, я очень долго думал, стоит ли вообще этим заниматься. Покупать там какой-то глицерин, что-то самому там колдовать. Ну, вот, по факту сейчас выясняется, что это стоит того, вместо того, чтобы покупать какой-то там чернитель за 250-300 рублей, вы сами сделали его, то есть, стоит это все дело недорого. Этот глицерин, он в аптеках, он стоит копейки, ребят. Мешайте его с водой, и все. Вот вам чернитит постоянно. У вас будет, не надо ехать в какой-то магазин. По пути в аптеку заскочили, купили себе глицеринчик, закинули туда свой баллончик уже, если у вас подготовлено. Все, все очень просто. То есть, даже можно не в гараже это сделать. Можно в домашних условиях. Вы в квартиру поднялись, налили туда глицерин, налили воды, взболтали. Все, у вас чернитит. Вот, прошло минут 40 с того момента, как я нанес чернитель. То есть, колесо высохло. Вот эту половину я не чернил. Вот эту половину я чернил. Ну, хочу сказать, ничем не уступает, ребят, обычному чернителю, который вы купите в магазине. Так что, тема рабочая. Я думаю, можно пользоваться. Продолжение следует...